Нина Тарасова Смешайте размягченное сливочное масло и 200 г муки. Придайте заготовке форму четырехугольника и положите в холодильник на 1 час. В глубокой миске соедините оставшуюся муку, уксус, соль, воду и желток. Тесто месите так долго, пока оно не станет отставать от стенок посуды. Раскатайте тесто в продолговатый пласт. В середину положите подготовленное масло и накройте краями теста. Слегка прижмите и раскатайте в одном направлении, таким образом, чтобы у вас получился пласт толщиной 1 см. Загните края до середины, затем сложите еще раз напополам. Таким образом, тесто окажется сложенным в четверо. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20 минут. Повторите этот процесс еще 4 раза. Готовое тесто разделите на 4 части. Поочередно доставайте каждую часть из холодильника и раскатывайте в пласт размером с 1 треть противня. На застеленный противень выложите раскатанное тесто. Установите сверху решетку и выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 10 минут. Затем уберите решетку и выпекайте еще 5 минут. Тесто должно подняться, зарумяниться и стать немножко суховатым. Теперь, когда коржи готовы, можно приступать к приготовлению крема. В кухонном комбайне взбейте 1 банку сгущённого молока и 300 грамм размягченного сливочного масла. Чтобы сделать заварной крем яйца, слегка взбейте со столовой ложкой крахмала. Подогрейте молоко и влейте тоненькой струйкой в яичную смесь. Верните смесь в сотейник и нагревайте, помешивая до загустения. Остудите крем до комнатной температуры и взбейте вместе с огущенной смесью. Основные компоненты будущего Наполеона готовы. Мы можем приступать к сборке. Подровняйте коржи по размеру, а излишки измельчите в крошку. Переслоите кремом коржи. Последний пласт и боковые части торта хорошенько смажьте кремом и присыпьте крошкой. Уберите торт на ночь в холодильник, чтобы он хорошо пропитался и слегка застыл. И наш Наполеон получился очень вкусный. Сам торт чем-то напоминает песочный. Слоеные коржи пропитались не полностью и сохранили свою структуру. А крем вышел легкий, нежный и сладкий. Это прекрасный вариант для любителей классических десертов. С вами была Нина Тарасова и Татьяна. Пеките неистово!